В пункте приема сырья начинается производственное путешествие картофеля из клубня в чипсы. Стать плоскими и хрустящими могут только определенные сорта. Все они выращены в России, а треть на донских полях. Картофель моют, чистят, нарезают и отправляют жариться. В кипящем масле ломтики пробудут три минуты, а затем их приправляют специями. За год на заводе перерабатывают 300 тысяч тонн картофеля. А здесь же выпускают сухарики и сныки. Только за день одна смена производит 93 тонны готовой продукции. Такое мощное предприятие требует и серьезных очистных сооружений. В этом году их реконструировали и дополнили новой очередью. Предусмотрено инновационное предложение разделения общих стоков с нашего завода на два стока. Зоны мойки картофеля и производственные стоки. Эти стоки совершенно разные по составу и требуют различной методологии очистки. И вот как раз разделение стоков у нас и реализовано двумя ступенями. Двухступенчатая система максимально очищает стоки в канализацию Азова, а значит нагрузка на городскую сеть меньше. Высокотехнологичный комплекс обошелся компанией в 100 миллионов рублей. В Азове 8 лет это производство существует и постоянно из года в год инвестиции компания продолжает, невзирая на все санкции, ограничения, которые существуют. Замгубернатор отметил, технологии, которые внедряют на заводе, говорят о высокой культуре производства, что особенно актуально в год экологии. Мария Филинкова, Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Дон-24, Азов.